Что касается ракет Атакамс, прямо сейчас приходит уточнение. Да, действительно, Байден пообещал, когда будут поставлены ракеты, неизвестно, скоро ли их поставят. Через месяц, через полгода Байден тоже не сказал. Ну и важно здесь, конечно, сколько будет Атакамс. Совершенно не значит, что они отказались от идеи уничтожить Россию. Цель, заявленная Байденом и Столтенбергом, поэтому нам держаться, готовиться. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Я не помню, что там цель была заявлена уничтожение. Вот, соответственно... Стратегическое поражение Российской Федерации, сказал президент Байден. Поражение, да. Но если бы Байден хотел, соответственно, уничтожение, он, соответственно, поставил ядерное вооружение. То есть нас как бы устраивает поражение, но не устраивает уничтожение? Нас не устраивает то, что война переходит, конфликт переходит пока что на... Расчленение подойдет? Снести нахрен с лица земли, если надо. Нас не устраивает прежде всего то, что конфликт переходит, соответственно, в стратегическую фазу, войну на истощение. И в этом случае, соответственно, дальнобойное вооружение и удары, соответственно, по инфраструктуре станет важнейшим фактором этой осени. С одной стороны, будут пытаться вынести энергетическую инфраструктуру, что сейчас происходит. С другой стороны, удар будет происходить по энергетике и, соответственно, по военной инфраструктуре. И в этом слове, если поставки от АКМСа ограничений для этого не будет. Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жги. Вова, ты получишь ракеты, жги. Они снизили интенсивность своих атак под Работино. Боевые действия высокой интенсивности сосредоточились вокруг Бахмута, преимущественно на южном его фланге, где украинским войскам удалось добиться серьезного тактического успеха, взяв Андреевку и Клещеевку и разбив три бригады российской армии. Однако Россия сумела перебросить подкрепление на этот участок и ведет достаточно хаотичные, кровопролитные контратаки с целью вернуть утраченные позиции. Клещеевка – это важный фортификационный узел, который расположен на возвышенности, и с него можно контролировать дорогу Бахмута-Горловка, ракадная дорога вдоль линии фронта, которая играет большую роль в организации обороны российских войск. Ее перехват ставит Бахмута в зависимость от снабжения только с одной дороги, через Попасную, и, в общем, серьезно ограничивает оперативные возможности российских войск. Украинцы же открывают себе перспективу обхода Бахмута, взятия его в оперативное огневое окружение, что, скорее всего, заставит русских город сдать, потому что контратаки у них не получаются. Продолжаются бои под Марьинкой, под Авдиевкой, без серьезных успехов. Яростный навал русской армии на Марьинку захлебнулся, город взять им в очередной раз не удалось. Но вот на южном направлении очень интересные вещи происходят в районе Работина, где бои идут, украинцы продолжают атаковать, продолжают наступать, но темп этого наступления серьезно снизился, и практически за минувшие две недели никакого существенного изменения линии фронта не произошло. Из важных новостей военного характера то, что буквально вчера украинской армии удалось, наконец, провести через зубы дракона, через линию Суровикина, прорванную линию фортификации русской армии, тяжелую технику. Вот это очень важный момент, который показывает нам одну из главных причин, почему украинцам не удается развить прорыв, который они сумели осуществить. Прорыв был совершен еще в начале сентября, и вот только ближе уже к концу сентября первые тяжелые броневые машины пересекли линию российской обороны. До этого это было сделать невозможно, из-за того, что там было все слишком сильно заминировано, из-за обстрелов со стороны российских войск, из-за того, что были разрушены все коммуникации в месте прорыва, и таким образом там могла проходить только легковооруженная пехота. Ну и возникает вопрос, как снабжать войска, которые зашли в прорыв достаточно глубоко, там километров 10-12 уже глубина этого выступа. Нужно было обеспечить подвоз боеприпасов, снарядов, движение техники. Вот наконец-то это сделали, но прошло две недели. И за эти две недели русские успели подтянуть резервы, перебросили части целых трех бригад воздушно-десантных и закапсулировали прорыв. Там теперь у них очень большое значение войск, не позволяющие украинцам развить наступление. И это классический сценарий из эпохи Первой мировой войны, когда мощное артиллерийское наступление, завершающееся пехотным штурмом, приводило в конце концов к проламыванию, к прорыву эшелонированной обороны противника, но затем все захлебывалось, потому что перепаханное, перемолотое боем, огнем, место прорыва становилось непроходимым для войск в серьезном масштабе. То есть там нельзя было вести снаряды, пушки тащить. Это все требовало очень долгой инженерной подготовки, восстановления, подготовки этого театра, тактического театра прорыва. В это время там впереди ушедшие вперед части сражались с быстро подбрасываемым по нетронутым путям сообщения по железным дорогам, автомобильным дорогам резервами противника. Естественно, прорыв захлебывался. Вот то же самое у нас сегодня проходит аж в двух местах сразу на фронте, под Бахмутом и под Работино. Два раза украинская армия прорвала русскую оборону на всю ее глубину, на всю ее оперативно-тактическую глубину. Это выдающееся достижение, выдающийся подвиг украинских войск. Мало кто в это уже верил, но украинская армия смогла это сделать, пробив и предполье, и главную полосу обороны, а падая Работино, там они и за вторую полосу уже прошли. Но дальше в обоих случаях мы видим, что наступление останавливается. Русские успевают перебросить резервы раньше, чем Украина может пройти через это бутылочное горлышко, место прорыва, где все перевернуто, перемешано с землей, взорвано. И там, ну это лунный пейзаж, по которому очень тяжело что-либо, кроме пехотинцев, которые идут ногами или ползут, провести. Соответственно, вот это прирастает в оперативную проблему. Армия не может быстро развить прорыв. В эпоху Первой мировой войны ее так решить до конца не удалось. Все попытки наступать на широком фронте, чтобы запутать противник, это брусиловский вариант, брусиловский прорыв. В конечном итоге все заканчивалось тем, что наибольшее продвижение осуществлялось на второстепенном направлении, а на главном все захлебывалось, и битва так и оканчивалась, нерешительно, невыигранной. Но это сражение брусилов под Ковелем, огромные потери, которые обескровили русскую армию. Так что там победа была первая. Но то же самое происходило на Западном фронте с немецким наступлением, когда штурмовые группы, тактика штурмовых групп, изобретение немцев, сумели они с помощью этой тактики прорвать позиции англо-французов во время наступления весеннего 1918 года. Но дальше мы видим, что все эти немецкие наступления, там была целая серия атак, захлебнулись, и союзники успели подбросить резервы, снова закапсулировали фронт, и потом обратно немцев от Парижа отогнали. И ничего здесь не менялось до момента, пока не появились новые технические средства борьбы, причем уже в достаточно высоком уровне развития самолеты и танки. Самолеты и танки Первой мировой войны помочь войскам тогда еще не могли. Только по мере их развития уже в 30-е годы стало ясно, что, осуществив прорыв, можно туда вводить танковые механизированные соединения, которые при поддержке пикирующих бомбардировщиков могут продвинуться вперед гораздо быстрее, чем противник сумеет перебросить свои резервы и разбить их по частям достаточно мощным ударным кулаком. Танки плюс пикирующие бомбардировщики разбивали в щепки вот эти подходящие со всех сторон по частям резервы противника, и прорыв стремительно развивался в глубину. Так, собственно, воевали во Вторую мировую войну. Сейчас это невозможно, потому что возросшая огневая мощь сил ПВО и противотанковых сил делают подобные прорывы нереалистичными. Мы видим, что на Украинском фронте поставленная Западом бронетехника после первых попыток использовать ее для прорыва русской обороны понесла огромные потери, ее отвели в тыл и, по сути, не используют. До 800 машин боевых все еще не были в бою из тех, которые поставил Запад, а их нельзя применить. Мины в чудовищном количестве и противотанковые средства. При том, что все поле боя контролируется сейчас дронами с обеих сторон так, что никаких маневров, неожиданных, внезапных атак просто невозможно. И все захлебывается. И реальным единственным способом наступления остаются пехотинцы, артиллерия и дроны. У Украины неограниченный запас вооружения. Запад все равно будет его поставлять. Вопрос только, чтобы, как говорится, дорогое яичко к Христову дню, чтобы привезли вовремя, но это другое дело. И чтобы поставили все необходимое. Победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова